Первоклассники 2016 года станут первыми учениками, которые начнут обучение по новой 12-летней системе образования. Именно с этого учебного года начнется поэтапный переход на обновленное содержание образования, который завершится к 2019 году. Что эта система будет из себя представлять, рассказала вице-министр образования и науки Республики Эльмира Суханбердиева. По ее словам, главное новшество в обучении школьников – это трехязычие. Вводиться оно будет с первого класса. В начальном звене дети будут изучать русский, казахский и английский языки как отдельные предметы. В основной школе предусмотрено изучение истории Казахстана на казахском языке и всемирной истории на русском языке независимо от языка обучения школы с 2019 года. И только в 2019 году в старшей школе 10-11-12 классах предполагается изучение, изучение, преподавание на английском языке четырех предметов естественного цикла – это химия, физика, информатика и биология на английском языке. Для этого сейчас ведется подготовка кадров. В 2016 году специальные курсы пройдут более 90 тысяч учителей, из которых 67 тысяч по обновленному содержанию образования. Четырехмесячные языковые курсы английского языка в этом году должны закончить более 600 учителей по таким предметам, как биология, химия, физика и информатика. И на протяжении четырех последующих лет такие курсы будут проходить по 5 тысяч учителей в год. После того, как к 2019 году будут обучены наши педагоги нашей страны, будут подготовлены, внедрены все программы поэтапно, которые сейчас уже у нас апробируются, внедрены, проходят в школах. И после того, как будут готовы учителя школа, непосредственные дети, будет переход именно в той или иной данной школе к преподаванию на английском языке. Кроме этого, будут обновлены учебные планы. В частности, у школьников появится несколько новых предметов, а некоторые будут объединены в один. К примеру, в начальном звене такой урок, как «Познание мира», будет включать в себя основы истории, географии и обществоведения. А художественный труд объединит такие предметы, как труды и изобразительное искусство. Такие предметы, как алгебра и геометрия, тоже будут числиться под одним названием – математика. С третьего класса вводится учебный предмет ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. Предмет направлен на формирование практических навыков, использование компьютерной технологии. Учащиеся с третьего класса будут применять простейшие методы работы с таблицами, схемами, графиками и диаграммами. Изучение данного предмета позволит на ранних этапах обучения приявить информационную культуру, свободно ориентироваться в информационной среде. Кроме этого, некоторые предметы будут вводиться в учебный план на год раньше, чем при нынешней системе образования. К примеру, если всемирную историю начинали изучать с шестого класса, теперь этот предмет появится у пятиклассников. Физика, химия, биология, география будут изучаться с седьмого класса. В старшей школе планируется сокращение числа обязательных предметов, максимальное предоставление участия на себя права выбора предметов базового и углубленного содержания. Также стоит напомнить, что с начала нового учебного года для первоклассников вводится пятидневная неделя. И поэтапно до 2019 года на пятидневку перейдут все классы. Таким образом, у детей появится дополнительно 33 выходных дня в году. Но учебный год при этом будет продлен до 1 июня. Диара Ахмичин, Евгения Финько, РТН Продолжение следует...